Акцион ради жизни. Итоги торгов подвели на торжественном вечере благотворительного фонда Федерации. В столицу прибыли артисты с мировым именем. С молотка ушли личные вещи актрисы Арнеллы Мутти, Софи Лорен, певицы Анастейши. Все врученные средства передали социальным и медицинским учреждениям на покупку оборудования и помощь больным. На предприятии побывала и моя коллега Дарья Родионова. Благотворительный вечер фонда Федерации «Настоящее скопление звезд». Кен Хенсли, участник знаменитой британской рок-группы Юра Хип, один из приглашенных гостей. Кроме него в столицу приехала и певица Анастейша. Несколько дней назад я передала фонду солнцезащитные очки от Бью Марин. Это потрясающие очки. Кстати, мое сегодняшнее платье тоже от Бью Марин. Это один из моих любимых брендов. Личные вещи знаменитостей, как лоты благотворительного аукциона. На прошлой неделе с молотка ушло почти 20 предметов. Гитары с автографами Кевина Костнера и Эра Сарамазотти, колье Жаклин Бисетт и боксерские перчатки Сильвестера Сталлоне. Сегодня в торжественной обстановке подвозят итоги этих торгов. Итальянская кинодива Арнелла Мути прибыла в Москву, чтобы лично передать свой лот новому обладателю. Это платье, в котором я снималась в фильме вместе с Адрианой Челентано. Укращение Страпкивола. И совсем не имеет значения, от какого оно дизайнера. Я выставила его на продажу, потому что считаю необходимо помогать тем, кому это нужно. Еще одно платье, которое, кстати, стало самым дорогим лотом прошедшего аукциона. Его выкупили за 1 миллион рублей. Принадлежала Софи Лорен. Организаторы назвали знаменитую актрису верным другом фонда. И на торжественном вечере вручили подарок за активную благотворительную деятельность в России. Всего на аукционе удалось собрать сумму в 45 миллионов рублей. Часть этих денег передали Морозовской детской городской больнице. На эти средства врачи планируют закупить оборудование для эндоскопии мелких сосудов. Даже не буду это комментировать, но оно очень дорогое. Такое оборудование серьезное и хорошего, высокого качества. Только, собственно, получить такое оборудование можно оказывать действительно высокотехнологичную помощь. На торжественном подведении итогов были и представители других подопечных фонда, медицинских учреждений, школ, интернатов и детских домов. Им также вручили сертификаты на приобретение нужного оборудования, лекарств и транспортных средств. Кроме того, в течение вечера продали еще несколько лотов. Майку и мяч с автографом баскетболиста Денниса Родмана, футболки дизайнера Анастасии Задориной и автомобиль из седьмой части фильма «Форсаж». Вырученные средства, а это более трех миллионов рублей, также пойдут на благотворительность. Дарья Родионова, Марат Абухадин.